Привет! Это видео про сборку крутейшего электросамоката. Первый этап работ был произведен в первой части. В прошлой части я переделал колеса от гироскутера для того, чтобы они хорошо подходили на электросамокат. Сделал переднюю маятниковую подвеску и заднюю тоже маятниковую подвеску. Задняя, кстати, получилась не сразу. Но, в общем, результатом я очень доволен. Подвеска получилась в меру мягкая, с большим ходом и ее сложно пробить. Единственное, что я решил добавить еще точки крепления для амортизаторов. Для более широкой регулировки. Ближе к концу этого видоса вы увидите окончание второго этапа работы и третьего. Окей, продолжаем так, как будто вы только что досмотрели первую часть и начали смотреть вторую. Этот маленький квадратик сделан из профильной трубы 15х15 с заваренными торцами. Он будет служить для крепления крыла. Нормальных крыльев я так и не нашел, поэтому мне пришлось разработать модель и напечатать ее на 3D принтере. Чтобы позже не страдать из-за сорванной резьбы в тонком металле, я использую резьбовые клепки. Давно мечтал о таком клепальнике и прибарахлился на свой день рождения нисколько не жалею. Очень рекомендую. В крыльях я также использую резьбовые клепки, предварительно расхлепанные в шайбах, для равномерного распределения нагрузки. Для крепления резьбовых клепок в крыле я использую обычный суперклей из соды. Очень классный и простой способ, зарекомендовавший себя. После все крыло будет покрываться толстым слоем краски, поэтому все неровности нивелируются. Переднее крыло мы установим чуть попозже, потому что я еще не знаю, где будут стоять суппорта. Ну а для того, чтобы поставить суппорта, нужны тормозные диски. Ну а для дисков нужны крепления для дисков, поэтому начнем мы, пожалуй, с них. Намного проще было бы изготовить крепления для дисков на токарном станке. Но токарника у меня нет, зато есть хороший плазморез. Точнее, даже не у меня, а у моего хорошего знакомого. Даже при наличии необходимых заготовок, узел получился достаточно колхозный, и его с легкостью можно изготовить из подручного листового металла, гаек, болтов и прочей хрени. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет все-таки обзаведусь токарным станком, и тогда вообще будет все по красоте. Ну а сейчас, как говорится, работаем с тем, что есть. На самом деле, всегда есть миллион вещей, которые можно сделать ровно тем инструментом, который ты имеешь, вне зависимости от того, сколько у тебя этого инструмента. На колесо я устанавливаю 160-й тормозной диск, а все мелкие неровности нивелируются с помощью проставки бумажечек. Ну, такое. Крепежные пластины для суппортов изготавливаются из обычной полосы 20 на 4 мм. Отрезаем чуть побольше, потом по месту отрезаем лишнее, и, собственно, пластины готовы. Осталось только прикрутить пластину к суппорту, суппорт зафиксировать на тормозном диске и можно варить. Очень простой, эффективный способ, по-моему, все так делают. Теперь мы плавно подошли к переднему крылу. Технологию закладных я уже показывал, поэтому не будем заострять на этом внимание. Крепежная площадка для переднего крыла. Здесь наглядно иллюстрируется мысль, что если ты хочешь что-то сделать, то тебе для этого, как правило, не нужно очень много инструмента. Кусок рельсы, молоток. Как эта хрень, сваренная из обрезков профильной круглой трубой. При отсутствии гриндера вход идет болгарка, а при отсутствии полуавтомата обычная ручная сварка. Так, теперь быстро откручивать. Футуристичненько. С тормозными дисками и суппортами самокат заиграл новыми красками. Качество печати было не очень, поэтому все неровности я решил скрыть молотковой краской. Позже я закрою ее необходимой краской. К переднему перу будет подходить достаточно много коммуникаций, таких как силовые провода, датчики холла, тормозная линия, возможно свет. И по ходу пьесы я понял, что будет очень не круто, если колесо сделает пару оборотов и все это нахрен оборвет. Спустя некоторое время я нашел простое, изящное и эффективное решение в виде ограничителя движения, спрятанного внутрь рулевой колонки. Крышки деки я изначально хотел изготовить из какой-нибудь полуторамиллиметровой или двухмиллиметровой алюминиевой пластинки. Но у нас в городе я не нашел компании, которая могла бы мне отрезать необходимый кусок. Всем требовался целый лист, а лист мне покупать крайне не хотелось, да и хранить его негде. Поэтому крышки деки будут изготовлены из фанеры толщиной 6 миллиметров. Из плюсов жесткости у нее более чем достаточно, да и вес у нее по моим расчетам где-то процентов на 20-30 меньше, чем у алюминиевых листов. Примерка фанеры показала, что у деки есть серьезные проблемы с герметичностью, но этот вопрос легко решился проставками из двухмиллиметровой стали. Фанерку я покрыл яхтным лаком, а проставки и другие неровности я покрыл молотковой краской, для того, чтобы их не было видно под основной краской. Теперь очередь за настройкой тормозов. Для тормозов я купил два тросика по 1,8 метра, но позже я понял, что очень сильно просчитался. Для того, чтобы от тормозной ручки достать до заднего суппорта, то нужен тросик не меньше, чем 2,1 метра. Ближайший типовой размер 2,2, но пришлось докупить. Общая длина кожуха в тросах вышла в 3 метра. Поначалу я хотел сделать механизм складывания руля, но потом мне стало очень сильно лень, поэтому все останется как есть. В случае необходимости перевозки руль снимается достаточно легко. Еще немного поюзав самокат, я понял, что при малейшем его падении на левую сторону с высокой вероятностью будут перебиты провода мотор-колеса. А менять провода в мотор-колесе, ой, как геморройно. Лучше сразу устранить все слабые места, потому что потом это будет в разы сложнее. И никто этого не будет делать. Кусок прутка, 5 минут времени, и теперь можно спать спокойно. Теперь можно установить нижнюю часть деки, для того, чтобы внутрь можно было накидать электронных компонентов. Нижняя часть просто прикручивается на саморезы со сверлом, а верхняя часть подразумевает обслуживание, поэтому крепеж будет несколько другой. Позже увидите. Сейчас нашел этот очень ответственный момент. Сейчас я подключу сюда 14С аккумулятор, в котором сейчас примерно 54 вольта. Посмотрим, не сдохнет ли вся эта система. В теории она должна работать до 60 вольт. Почти 53. Вроде не сдохла. И да, для тех, кто не смотрел первую часть, я твердо намерен сделать управление двигателями с помощью контроллера от гироскутера. Я уже прошивал такие контроллеры, и чуть ранее сделанный трицикл с менее мощными колесами и менее мощным аккумулятором с моим весом развивал 44 км в час. Тут я хочу развить 50. Теперь нужно скоммутировать все провода. Это моя хелесова пята. Мягко говоря, я делаю это не очень качественно, к тому же еще и очень долго. Если еще учитывать, что на все про все предстоит более 100 точек пайки, то это боль. Так, поехали, подключаем теперь. О, в ошибку не впал. Берем ручку. Нашел я проблему. Тут у меня магниторезистор проводами потянулся и выскочил нахрен. Ой, что-то хрустнуло. Подпыска номер какая-то там, третья или четвертая. Давай. Давай, 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 давай. Ну. Что, поехали? А, сука. Так, легким движением мы раскомментируем строку и делаем инверсию одного из движков. Компилировать. Компилировалось, компилировалось, да выкомпилировалось. Так, сейчас я наверху кину сюда вместо ноутбука какую-нибудь фанерку, чтобы можно было остановиться сверху и попробуем прокатиться по ГСК, посмотрим на ходовые характеристики. Посмотри, мне. Хочешь, подел? У нас все в лучших традициях DIY. Опа. Все мне понравилось по катушкам, кроме максимальной скорости. Максимальная скорость, по-моему, была ниже 40 км в час. Я, причем, не могу понять, в чем дело, потому что прошивка точно такая же, как на электро-трицикле, на котором я разгонял 44. Напряжение батареи значительно больше. Там было максимально 42, здесь максимально 58. Моторы мощнее. Я вообще не знаю, сейчас буду в коде повыряться, смотреть, что там как. Так же осталось. Пробуем дальше. Тут обороты то, что надо, только управление не то. Я тут нарыл инфу, что там вроде как отличаются микросхемы. У микросхемы GD, в отличие от STM, может быть ниже частота. И за счет этого я не могу добиться нужных оборотов. Помню, что в этом точно стоит STM. Сейчас потестим, что это даст. Но проще будет сначала исключить двигатели, поэтому начну я с них. Если коротко, то контроллер, установленный в трицикле, работает корректно только с родными колесами, а контроллер, установленный в электросамокате, не работает корректно в принципе. Последняя надежда. Если бы можно было найти гироскутер с колесами, как на самокате с микросхемой STM. А-а-а, STM! Ну и тут все по старой схеме. Небольшая переделка, прошивка, сотня точек паек, и можно испытывать. Эй, ну вроде бы все правильно. Не пи***нуло, уже хорошо. Ошибки. Может из-за отсутствия калибровки. Ошибок нет? Уже не плохо. Как будто бы скорость выше, давайте мерить. 960. Мала. Ладно, пойду прокачусь с этим контроллером, может что-то поменялось, потом расскажу. Нифрена, это говно, не едет. Сейчас я вскрою одно из мотор-колес и посмотрю на соединение обмоток. Они там соединяются с звездой или треугольником. Возможно, с этим можно будет что-то сделать. И я к ней с той стороны. Ты звездой соединен? Или треугольником? Как, блядь, это еще проверить? Так, вот здесь походу скрутка общая, всех трех намоток. Блядь, звезда, что ли? Сейчас я погуглю. Почитал я немножко за виды соединения обмоток. И это действительно обмотка звездой. И действительно у звезды меньше обороты, чем у треугольника. Сейчас соедню в треугольник, посмотрим, что будет. Сейчас я все это размотаю, переделаю и расскажу, что сделал. Все провода разъедены. Разъединены. И что мы имеем, значит? Это у нас подвод питания зеленый провод, желтый, синий. Вот это значит обмотки. Это первая обмотка. Вот это вторая. И вот это третья. Это три начала, вот это три конца. Они по порядку идут. Вот эти три конца были спаяны между собой. А вот это были три конца, к которым были подсоединены силовые провода от контроллера. Я прозвонил провода, и оказалось, что вот это у нас одна обмотка. Вот это вторая обмотка. И вот это третья обмотка. Если я правильно понимаю вопрос, то существует масса возможностей соединений вот этих обмоток в треугольник. Я постараюсь сделать так, чтобы расстояние между соединениями было как можно меньше. Зеленый с синим вот так. Синий с красным вот так. А потом красный с зелёным вот так Так думаю будет работать И потом вместо этих соединений я прикреплю силовые провода от контроллера Никаких лишних проводов для соединений здесь мудрить не пришлось И это очень сильно радует Ещё сильнее я радуюсь, когда вся эта корень заработает Вчера я смотрел видос на ютубчике Про переделку мотор-колеса со звезды на треугольник И там чувак говорил, что если что-то вы не так соединили То колесо будет крутиться туго Сука Не прокатило Конец первой обмотки соединений сначала на второй Конец второй сначала на третий Конец третий сначала на первый Попытка номер два Крутится Станет победителем через победу Крутится он тоже не планирует Попробуем закатать от обычного контроллера Ему холы не нужны Если дело в холах, то потом нужно будет просто перетыкивать провода Для того, чтобы нормально всё законнектировалось Так, а ну-ка, другую батарею Меряем обороты 1200 Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха И это на 50 вольтах Нашел я положение провода у датчика холода Таким, чтобы всё работало Смотрим 3150 сейчас надо будет сделать второе колесо и посмотреть как все это будет под нагрузкой работать да нет такое яга слабая короче надо тестить на скорости сейчас я поставлю крылья там дождь прошел и попробуем сейчас прокачусь потом расскажу чё как сейчас я выставлю ограничение потоку в 30 амбер на каждый мотор и посмотрим даст ли это какой-то прирост попробуем немножечко поменять резюме вообще никакого прироста вообще никакого прироста пять планов пошли как у подход у меня осталось еще два запасных плана я попробую подкинуть сюда обычный контроллер которого дает 30 ампер к одному колесу и посмотрю какая будет тяга датчики пола для слабаков а что уходит в защиту я не пойму так ничего не греется запаял провод подключаем все ради науки это на одном колесе ништяк надежда сука есть хихахаха нахуй контроллеров гироскутера в пизду неделю я в нем потратил ебаный рот и этот электросамокат будет на обычных контроллерах потому что есть ебаный ебаный ну а сейчас я подкинул 310 ватный 18 амфетный контроллер и посмотрим как он поедет на нем Конечно, вяло относительно этого контроллера В любом случае, их там будет два Поэтому, может быть, и нормально В любом случае, даже на одном таком контроллере Выходит лучше, чем на контроллере от гироскутера И с этого момента дело начало идти сильно быстрее Зачистка Подготовка к установке электроники Немножечко 3D моделирования Относительно герметичный вход в переднюю часть деки коммуникаций Выход коммуникаций с задней части деки Заготовка под передние габаритные огни Приборная панель Ну и всякие там клипсы Под провод задней подсветки Под провода передней подвески Под тормозные магистрали и управляющие провода Защёлки под коммуникации на гусе Ну и, конечно, лого Блин, мне кажется, оно никогда не напечатается Грунт Краска Лак Кстати, практически все производители краски на упаковках пишут о необходимости удалить старые слои краски Дураки Ой-ой Краска вздулась И теперь её нужно удалить, чтобы покрасить заново Я уже достаточно рассердился для того, чтобы сделать это быстро Благо для коммутации обычных контроллеров Требуется спаять всего нескольких десятков проводов Верхняя крышка деки будет крепиться к профильной трубе через резьбовые клёпки На приборной панели располагаются заранее откалиброванный вольтметр Подключенный через понижающий преобразователь Кнопка включения И гнездо для зарядки Все трущиеся части смазываются И остаётся каких-то там полчаса до полной сборки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я закончил! Я очень доволен! Я доволен всем, кроме потраченного времени. Общее затраченное время около месяца. Да что там около месяца. Непрерывной работы здесь где-то недели на две. Причем из этих двух недель где-то 3-5 дней ушло на то, чтобы побороть все проблемы с контроллерами. В среднем моего энтузиазма максимум хватает на 4-5 дней на какой-то проект. Здесь я взял всю волю в кулак и все-таки сделал все то, что я хотел по порядку. Ничего не бросая, ничего не откладывая на потом. Потому что я же себя знаю. Потом это никогда. Я сразу сделал несколько точек под амортизацию для того, чтобы можно было изменять характеристики подвески. Сразу проложил по-нормальному все кожухи. Сразу сделал резьбовые клепки под верхнюю крышку. Потому что если просто кручивать туда саморезы со сверлом без конца, то рано или поздно резьба заканчивается. Подсветка на электросамокате включается сразу при включении. Это просто габаритные огни. Дополнительно на руль еще будет выводиться достаточно мощный свет. У меня есть фонарик. Он 10-ваттный и он дает по-моему 1200 люмен. Этого вполне достаточно для того, чтобы ездить со скоростью 40 км в час. Я думаю, что для 50 тоже будет достаточно. Я надеюсь, эта штука поедет 50. Я сразу сделал нормальные крылья. Ну, я, кстати, еще не знаю, нормальные они или нет. Это по грязи, по воде будет видно. Сразу все разъемчики, чтобы все рассоединялось. Все было взаимозаменяемо. Насколько возможно, спрятал все провода. А под все провода, которые проходят снаружи, сделал защелки. Прокачал свой скилл по покраске. Краска легла вообще охренительно. Просто так вот. Ну, за исключением, конечно, тех мест, которые я прошляпил. И не содрал старую краску, которая вздулась. Так, его, кстати, вот так вот можно поставить, чтобы мне держать. Прикольная тема, даже подножка не нужна. Ладно, рассказывать можно долго. Давайте попробуем на нем немножечко катнуть. Я не знаю, насколько видно. Сейчас я ракурс поменяю. Так, струсили грязь. Короче, едет бодро. Несмотря на то, что я упор сделал на максимальную скорость, в ущерб тяге, тяга достаточно неплохая. Если просто на него встать и начать ехать, да, без всяких отталкиваний, то... Тоже неплохо. Вообще неплохо. Ну, поначалу немножко тупежа. Но потом, буквально, когда он разгоняется километров до трех в час, то он начинается прям шустрый набор. Достаточно серьезное, на мой взгляд, преимущество такого вида маятниковой подвески, именно спереди, в том, что у тебя не проседает транспорт в тот момент, когда ты тормозишь. За счет такой конструкции вектор усилия идет вот так, то есть он просто давит в соединение. И передний амортизатор не складывается. По крайней мере, я и все, кого я спрашивал, такого эффекта не наблюдали. Сейчас вместе посмотрим. Я буду тормозить исключительно передним тормозом. Посмотрим, насколько это работает. Амортизатор не складывается, и при этом он имеет более плавный ход. Чуть-чуть мы буквально покачиваемся, и он уже ходит, вовсю работает. Такой плавный ход может наблюдаться только у дорогих вилок для велосипедов, которые там 15к+. У всех остальных ты немножко на нее оперся, и она делает это как... И это очень круто. Я даже не представляю, как это по-нормальному можно взвесить. Я буду взвешивать без мэна, они называются. Тут у меня стяжка на руле. 24,5. Ну, такое. Я, конечно, хотел поместиться в 20 килограмм. Надеялся на 18, получилось вообще очень сильно дохрена. Я хотел устроить полноценный тест, но сегодня этого не получится сделать. Да и вообще в ближайшее время, наверное, не получится сделать, потому что... Потому что вот. Если бы дороги были просто мокрыми, я заморочился над гидроизоляцией. И я процентов на 80, наверное, уверен, что ничего нигде не отрыгнет. Но так как на дорогах еще снег, лед, это, ну, как минимум, небезопасно. Именно поэтому полный тест этого электросамоката я проведу в одном из своих следующих видео. Когда это будет, я хрен знает. Как только наладится погода, хрен с ним, если даже будет холодно. Если будут нормальные, не скользкие дороги, я сделаю его зимой, это будет или весной. По интересующим вас характеристикам пишите в комментах. Я как раз к следующему видосу подготовлю весь материал так, чтобы ответить на большинство ваших вопросов. Ну, или на все. Еще было бы очень интересно послушать ваше мнение по поводу будущего электротранспорта. Что бы вы хотели, чтобы я сделал еще? Я просмотрю все варианты и, возможно, сделаю что-то из самых популярных вариантов. Это может быть как какой-то серьезный проект, так и какой-то шуточный, типа как я электрокресло делал. Также будет круто и прибавит мне сил в каких-то следующих моих изобретениях по электротранспорту. Если вы лайкосните видос, поделитесь с кем-то, кому он может быть интересен. Если вы напишите какой-то приятный коммент или с техническим вопросом, на который я смогу ответить. Я прикупил себе свет для того, чтобы видео было не зеленое, а нормального цвета. Вот недавно прибарахлился звуком. Электротранспорт это одно из приоритетных направлений канала. Так что, если нравится такая тематика, подписывайтесь на канал. С вами был Антон Палкин. Вот тут на нем даже написано, что я Палкин. Покеда! Ну и с наступающим. Ну или с каким-нибудь ближайшим праздником, если вы там не в Новый год смотрите. С днем рождения, короче. Подписывайся! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok